Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами исполнитель, который представляет Россию на лучших мировых оперных площадках. И что особенно приятно, в этом году увидеть его выступление можно будет в рамках фестиваля «Мариинский» здесь, во Владивостоке. Итак, сегодня с нами Михаил Петренко. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Михаил Петренко – российский оперный певец, один из самых востребованных басов в мире. Михаил родился и вырос в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова. Еще в годы обучения был приглашен в Академию молодых певцов Мариинского театра и с 1998 года является солистом его оперной труппы. Началом международной карьеры Михаила Петренко стал дебют в Берлинской государственной опере в 2004 году. С этого момента артист выступает на сценах лучших театров мира в Парижской национальной опере, Метрополитен-опере, Театре Ла Скала и других известных площадках. С приездом в Владивосток! Спасибо! Поделитесь парой первых впечатлений со зрителями. Впечатления очень яркие. Вчера с корабля на бал удалось выйти в открытое море, точнее в залив. Поразила, насколько у нас большая страна, что визуально ты находишься в какой-то стране, как мы говорили, то ли азиатской, то ли южноамериканской какой-то, или центральная Америка. При этом ходят везде русские люди, разговаривают по-русски. Такое немножко сюр, наверное, первое впечатление, но приятно все равно. В рамках фестиваля вы ведь представляете сразу несколько спектаклей. Такой обширный репертуар будет и Вагнер, и Моцарт, и Верди. Я не первый раз участвую в оперных фестивалях, но, пожалуй, впервые у меня будет такой вот широкий, скажем так, спектр репертуара, сконцентрированный в одном фестивале. Тоже интересно. Мы вот разговаривали с Владиславом Сулимским, он сказал, что он питает слабость к вердиевским старикам. У вас в этом смысле из вашего большого репертуара есть какие-то пристрастия? Я не питаю слабость, у меня нет выбора. Я всегда старик, потому что у меня голос такой басы, они, как правило, поют или стариков, и в меньшей степени помоложе, но злодеев. ПЕСНЯ Поэтому я буду визит партии все возрастные, с заключением в регалетто, где я злодей. Ну или Парелло, да, наверное, это такое исключение. Кстати, Парелло вы ведь исполнили еще и в кино. Это ваш такой кинематографический опыт, можете поделиться впечатлениями? Ну, кинематографический опыт, да, интересно. Что-то необычное было, давно уже это было. В девятом году мы это снимали, в десятом мы это выпустили. Ну, интересный опыт, совершенно другое все. Тяжелый, но интересный он был. В перспективе хотелось бы повторить нечто подобное? Знаете, я, в принципе, всегда готов открыть для экспериментов. Я люблю экспериментировать, люблю разные постановки, и традиционные, и какие-то революционные. Я открыт для экспериментов. Вы, кстати, в ваших интервью не раз признавались, что вот это состояние ученичества вы в себе очень поощряете, да, и стараетесь там у партнеров и у коллег по каждой новой работе чему-то... Ну, да, наверное, все-таки я думаю, что, по крайней мере, в моем случае это работает, всегда как-то ощущать себя скорее учеником, нежели учителем. Ты остаешься голодным и всегда готов впитывать что-то новое, учиться у коллег, учиться у пианистов, учиться у дирижеров. Пытаюсь сохранять в себе это качество. В то же время к вам ведь уже обращаются и как к авторитету, я имею в виду, вот, например, ваше участие в качестве члена жюри на конкурсе имени Чайковского. Как вы себя в этом качестве ощущали? Время идет. Ну, это тоже новый опыт для меня был. Интересный, безусловно. А вот, я очень боялся, честно говоря. Я просто знаю, что для меня... Я когда слушаю певца, я все пою вместе с ним. И целый день кого-то слушать, других, своих коллег разных. И интересных, и не очень. Я просто боялся, как я с этим справился. Но справился, я нашел в этом свой какой-то интерес и азарт. И за кого-то я болел, переживал. Я хотел, чтобы вот они прошли. А победил в итоге ваш фаворит? Да, в принципе, да. Те, кто мне нравились, они все не остались, так сказать, за бортом. В более широком смысле это дало вам какое-то представление о новом поколении молодых исполнителей, которые, так сказать, наступают на пятки вам, уже состоявшимся артистам. Интересно было с этой точки зрения посмотреть? На самом деле, действительно, такой был опыт, что, казалось бы, вы сказали, да, наступают на пятки, а с другой стороны, хочется, чтобы молодежь хорошо пела и чтобы, скажем так, было кому наступать на пятки. Первый спектакль, который вы представите здесь, в Владивостоке, это «Летучий голландец». Расскажите, как эта партия существует вместе с вами, ведь вы ее исполняете уже достаточно много лет. Эта партия, она первая партия такая моя, наверное, большая, вот такая, потому что я начинал с небольших ролей, с маленьких, и вот такая вот первая серьезная большая роль, вот «Кончак» и «Она», вот это две такие работы большие. Ну, сейчас я, слава богу, уже более соответствую возрастной ей, нежели тогда. Но, тем не менее, я люблю эту роль, она такая характерная, в ней много чего есть поискать. Она как-то менялась вместе с вами за эти годы? Ну, естественно, она меняется со мной за эти годы, потому что главное в этой роли – это то, что он отец. Жизнь много прибавляется. Да, время идет, я стал, теперь я тоже отец. Естественно, мир, он вроде такой же, как он был, но в твоих глазах он чуть-чуть видоизменился в любом случае. Когда становишься отцом, все меняется чуть-чуть. Вот, и с этой точки зрения тоже, конечно, что-то поменялось. Оперная классика исполняется на нескольких языках, это, естественно, итальянский, немецкий, русский язык. У вас в этом смысле есть любимый язык для исполнения оперной партии? Нет. У меня как-то равномерно распределено все между этими четырьмя репертуарами. Ну, может быть, в меньшей степени французский, в меньшей степени, но тоже я попел этот репертуар и продолжаю его исполнять с удовольствием. Нет каких-то преференций. В каждом есть своя прелесть, своя музыка, свой стиль и интересные стороны, интригующие в этом стиле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне случалось беседовать с драматическими артистами, и они говорят, что у них прям считается за правило, что периодически нужно находиться по другую сторону сцены, то есть смотреть на нее из зрительного зала. Да, это один из... Вот в этом смысле для вас, оперных исполнителей, такой опыт... Это один из, так скажем, профессиональных приемов, да. Никогда нельзя, так скажем, увлекаться, но тем более сегодня с этой техникой можно всегда себя послушать, посмотреть, подкорректировать что-то. Да, я этим тоже пользуюсь. До начала нашего разговора вы, конечно, подозревали, что этот вопрос у меня возникнет, но вот в силу того, что, скажем так, в открытых источниках по большому счету не указано, каким образом вы для себя решили выбрать профессию исполнителя оперы. И более того, ваш голос, это бас, ну, в детстве не может быть очевидно, да, что у ребенка будет такой прекрасный тембр, такой голос, с которым ему стоит идти в профессию. Ну, по крайней мере, в случае с исполнителями, мужчинами, это никогда в детском возрасте не решается, практически никогда, то есть очень редко, потому что там непонятно, там дискант, дети хотят там и тем, и тем стать. Вот, как правило, это решение в случаях с мужчинами принимается уже после того, как проходит мутация, ломка голоса. Я, у меня первое музыкальное образование ударник, я сделал какой-то перерыв в занятиях ударными инструментами, и когда встал вопрос о том, чтобы поступать в консерваторию, я просто понял, что риск не поступить на удар, на факультет ударных инструментов достаточно велик, шансы поступить на вокал были больше. То есть вы в какой-то степени перестраховались? Да. Очень удачно, как выяснилось. Потом можно было бы перевестись там и так далее. Может быть. Вот, но тем не менее, что произошло, то произошло. Получается, что вы входили во вкус уже в процессе, собственно, получения профессии. Это скоро произойдет? Я полюбил, скажем так, моя страстная и искренняя любовь к своему делу, она взращивалась и воспитывалась по ходу того, как я этим занимался. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А вообще, каким образом сейчас у вас выстраиваются взаимоотношения с вашим голосом? Ведь это... Сейчас все гораздо скучнее, скажем так, потому что репертуар очень большой, роли большие. И просто чтобы физически выдержать, например, переезды постоянные, чтобы физически это выдержать, приходится уже жить по каким-то правилам. Что меня на самом деле абсолютно не расстраивает, я не считаю, что чего-то лишаюсь. Я наслаждаюсь тем, что я могу выйти и как-то достойно выступить. А вот Дмитрий Хворостовский рассказывал, что у него есть три ипостаси его голоса. Это домашний голос. Не имеется в виду тот, которым разговаривают, а когда это какие-то выступления в узком кругу. Но репетиционный голос и сценический голос. И больше всего он любит свой сценический голос, потому что именно в момент выступления он приобретает какие-то новые краски, которых, ну, как ни крути, на репетиции почему-то нет. На подобном вы себя ловили, на подобные мысли или ощущения? Я пытаюсь везде петь одинаково, что на репетиции. Я имею в виду эмиссионно выдавать так же, как на репетиции, так и на сцене. Потому что я, в принципе, когда все звучит, я люблю петь. Я люблю работать, мне доставляет это удовольствие большое. Поэтому в основном все репетиции я пою в голос полный. А то, что касается, что на сцене, сцена это определенная какая-то аура специальная, которая, естественно, там рождаются какие-то, импровизационный голос по-другому работает, летит он то ли громче, то ли какие-то краски другие могут родиться. Но это не потому, что я по-другому что-то делаю, а потому что метафизически просто сцена – это очень специальная такая сфера, в которой может что-то родиться. То, что в репетиционном помещении родится, тоже может, безусловно. Но на сцене взаимоотношения со зрителем, когда люди сидят, мы как бы друг другу помогаем. И это всегда чувствуется, что ты поешь, и вот это 100% чувствуется. Я не знаю, как это можно измерить, определить, вот слушают тебя люди или нет, как бы задеваешь ты их чем-то или нет. И как только ты их задеваешь, это тебя питает. И это как снежный ком, ты уже, бывает, что до какого-то экстатического состояния доходишь на сцене. Это удовольствие, конечно, это не каждый раз бывает. Но да, на сцене все по-другому, нежели в классе или дома. Мы сейчас с вами находимся вот здесь, на приморской сцене Мариинского театра. Мариинский театр в Санкт-Петербурге – это ваш, ну, можно сказать, дом, наверное, да? Так получилось, что теперь это часть моего дома. Все. Вот место Мариинского в вашей жизни в рамках того, что, в общем-то, весь мир для вас открыт, и вы меняете очень часто площадки. Дом – это больше, чем даже, наверное, родной дом, потому что квартиры мы меняем, а театр, я думаю, что этот оставится со мной на всю жизнь. Мариинский театр в Санкт-Петербурге Просто это явление, этот институт в моей жизни, значит, больше, чем место работы, больше, чем то место, где я начал, там, продолжаю. Это, слава богу, что он в моей жизни есть. Вам удалось выступить и на второй главной сцене российской – это Большой театр, его открытие после реконструкции. Да, мне очень нравится этот театр, так же, как мне нравится и Метрополитен опера, и Ла Скала, и Зальцбург фестивали, и Штат с оперой, там я много где работаю. И, безусловно, этот опыт нужен. Репетиционный процесс с разными дирижерами, с разными оркестрами, с разными коллегами, с разными концертмейстерами, пианистами – это опыт, который мы везде набираем и, в конце концов, здесь потом демонстрируем. Спасибо вам за ответ, спасибо за то, что нашли время для нас. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо.